Я рад приветствовать королей и королев на канале Дмако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем править в игре под названием Рейнгс. Ну что ж, дорогие друзья, королевство нас ждет и новый правитель тоже. Вы посмотрите, какой у нас чудный правитель. Как-то у меня все не выживают. Мне только, по-моему, один нормальный правитель прожил. Остальные все не очень. У нас появилось, кстати, новое задание. Называется пройти испытание святости. Это будет сделать непросто. Но давайте продолжим. Раздайте нам карты. Н. Умелые руки. Умелые руки? Нас точно так звали. Атрибуты ее печальной смерти впредь будут использоваться во время народных гуляний. Так, а чего мы там в конце умерли? Какие там атрибуты? Что там было вообще? Королева Меган сталкивается со сложной задачей. Религиозные разногласия в стране достигли точки кипения. Вот нам тут надо срочно... Нам срочно надо пройти ритуал святости. Из ваших советов, которые по большей части были огромным количеством спойлеров. Ребята, я стараюсь не читать спойлеры, поэтому просто можете даже не пытаться там расписывать что-то. Сразу вам говорю. Просто потому, что это неинтересно мне будет играть. А если мне неинтересно, то и вам тоже, я думаю, смотреть на это будет не особо-то интересно. Это раз. Два, дорогие друзья, много очень было советов. Один из самых основных, как я понял, что надо практически все предметы стараться поюзать и понять, когда конкретно их надо трогать. Духи, например, не всегда срабатывают. Иногда могут сработать, иногда нет. Я так понимаю, что в определенные моменты, только с определенными людьми, возможно, и в определенных ситуациях. И вот про книгу мне огромное спасибо, что подсказали насчет животных. Книжку надо юзать, когда к нам кот придет в гости, или мы встретим какую-нибудь другую животину. Тогда надо будет заюзать. Про это нам, в принципе, говорили. Да, ну, мы бы в любом случае к этому пришли, но вы сократили мое время. Огромное за это спасибо. Но вот постарайтесь все-таки впредь, дорогие друзья, удержаться от спойлеров. Неинтересно, честное слово. Вы какая-то бледненькая, Ваше Величество. Мой метод лечения с помощью пиявок восстановит баланс красной жидкости. Про какой баланс и какой жидкости? Ты не раз меня там подлечила, по-моему, красную чуму на меня там. Я что-то чувствую себя, видимо, я так себя буду чувствовать совсем плохо. Плохо. А так вроде совсем бодро. Ну, деньги потратим, да? Да? Ты золоня. Эх. День первой росы священнен для моего народа. Каким благословением мне вас одарить? Так. На процветание. Смотри-ка. Это мы, короче, будем богатеть, понимаешь? Так. На плодородие. Народ, наверное, будет доволен. Ну, церковь, наверное, будет не очень довольна. Армия, возможно, будет довольна. Ну, мощь. Больше народу. Плодородие. А, или земли плодородие. Тут уже другое дело. Ну, давайте, наверное, на процветание. Процветание. Это же хорошо. Процветание. О, фр-фр-фр. Пш-ш-ш-ш. Так. Мне сказали в тебя книгу и кинуть. Красная книга заклинаний. Ахалай-бахалай. Ура! Кисуня теперь с нами будет общаться. Кишуня! А-а-а. Ты понимаешь, меняу? Зачем человеку говорить, меняу? Кого... Какого это быть кошкой? Ты можешь мне помочь? Э-а-а. Вообще, в принципе, интереснее. Хотя, что знать-то? Какого быть кошкой? Шикарно! Лежишь на паузике. Тебе его чешут иногда, когда тебе надо. Когда не надо, не чешут. Кормят, когда надо. Когда не надо, не кормят. Еще и горшок убирают. Хотя, там средневековье можно было какать в любой угол. Плевать! Было очень даже здорово. Так, ладно. Ты можешь мне помочь? Давайте спросим, наверное. Будем все-таки вежливыми, да? Спросим. У Кисуни? Каково это быть? Ха-ха-ха. Это что сейчас было? Это шерсть, походу, в горле застряла у Кисуни? Это же... Ха-ха-ха-ха. Это было странно. Лучше, чем быть... Чем профессиональной ведьмой. Это все, что ты хочешь знать. Мяу, хотеть спать. Ой, подожди. Мяу, мяу. Как бы мы с тобой не подрались. О-о-о, мяу понимает. Ты ищешь лесную госпожу, которая ходит по царству животных в облике одной из нас. Да-а-а. Так ты не дьявол? Ха-ха. Да, наверное, вряд ли. Хотя кушки, да. Я слышал песни одна есть. Кушки, это... Котята называется. Создание сатаны. Ну, давайте. Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Не стоит спрашивать, Мяу. Мяу родилась в городских стенах. Поймай лисицу в лесу, они самые мудрые. Попробую... Погладить ее. Э-э... Погладить. Мммм, ты гладишь меня как-то странно. Пожалуйста, перестань, говорит она, уклоняясь от вас. Ну, они любят это делать, кисунь эти. Ой, кисунь хитрюче. А я вот здесь, я грей поверял. Знаете, такое чувство, что иногда кисы, они вам дают погладить себя только, как бы, типа, в награду. Ты покормил меня? Ну ладно, на, погладь. Как будто нам это надо больше всего. Хотя нам надо иногда. Ведь нельзя пройти мимо кошки, которая лежит, и не погладить ее. Хочется же, блин, взять ее и пожамкать. Она это знает. Сразу убегает. Я нашла крайне редкий предмет. Волшебное зеркало, созданное исключительно для королев. Возьмите денег и скользны. Мое. Сразу. Нет. Мое. Схватила, обняла зеркало и потащила к себе в спальню. Это не то ли зеркало, которое, свет моего зеркальца, скажи. Оно как будто специально для королев. Мое. Опа, на улице. Дорогой. Так, смотрите, ему можно... Лисий хвост как... Так, 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 так. Может, ему можно попросить, чтобы он просто поймал. Лисий хвосты как элемент гардероба. Последний пейс королевской моды. Я добуду вам множество лис. Так, мне нужна живая лиса. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Мне нужна живая лиса. А то там развесьте мне их в гардеробе. Зачем мне мертвые лисы в моем гардеробе? О, разочарованно протягивает он. Принесу лису. Принесу лиса, повавшую в мой капкан. А, лиса. 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 Алло, я день. Ну, лис там самец. Я не знаю, нормально мы с ним сойдемся? Хотя, может, и нормально. Я исследую мифические свойства твердых органов, жителей запада. Зубов, костей. Можно мне получить ваш ноготь? Можно у него костью кинуть? Конечно. Конечно, то есть нет. Конечно, то есть нет. Так, подожди, подожди, подожди. Сейчас мы разойдемся. Опять, короче, там лют уже начинает лютовать. Люд лютует. Так, конечно, то есть нет. Смотрите. Мы можем, в принципе, дать поюзать. Наверняка это к чему-то очень любопытному может привести. Но церковь у нас страдает. Нам нельзя. Лучше следующий заход. Давайте-ка мы, наверное, откажем. Откажет. О! Сакуя зовут. Тише. Погладить его. Эть. Тише. Так, подожди. А если кинуть, я могу? Давайте сразу швыронем в него книгу. Ты же лис. А лисы разве так лаят? Как собаки? Ну, я понимаю, что они тоже из породы собак. Но, ну, то есть, в принципе, там, я не знаю, как там называется эта порода. Ну, не порода, а подвид. Они наверняка из одного под... Ну, не наверняка, а точно из одного подвида. Но, блин, ну не лает же она, как собака. Мы можем общаться? Это маги? Ты вызволила меня из охотничьего капкана, добрая королева. Я выполню любую твою просьбу. Так, лесная госпожа. А можно тебя погладить? Подожди, лесная госпожа. Опять люди эти проклятые. Для лесной госпожи лисы не такие уж важные звери. Но если мы встретимся под знаком рака, я отведу вас к ней. Под знаком рака. А, то есть, надо дождаться года рака. Тогда мы... Ну, месяца, точнее, не года, месяца рака. И тогда мы сможем сходить к госпоже, да? Спасибо. Рака. Ракомакофон. Спасибо. Вот, пожалуйста, уже у стен замка беснуется. Еще даже десяти лет не прошло. Беснуется толпа. Все несут подарки нашей дорогой королеве. Поток людей сейчас... Так, давайте, короче, мы попробуем сейчас как сделать, да? Духи, наверное, не помогут. Потому что духи, наоборот, привлекают внимание. Я предполагаю. Давайте мыслить логически. Духи притягивают наше внимание. Значит, когда к нам негативно относятся, тогда хорошо духи помогают. Я думаю, что, наверное, они не помогают, когда люди позитивно к нам относятся. Так что у нас, возможно, и нет... Нечем ответить, в принципе. Нас просто сейчас порвут, да? Давайте косточкой кинем. Так. Не получится. Я делаю, что хочу. Простите. Я на все равно беснуется. Вы посмотрите. Мы же вроде как бы... Вот там... Как бы у нас чуть-чуть снизилось, нет? Ничего у нас не снизилось. Че, уже все, да? Мое дитя. Ты счастлива? Сколько раз при тебе... Повернулось звездное колесо. Сколько жизней ты прожила? Ну... Ты вечная королева. Это мой дар тебе. Тебе выпала честь вырвать эту землю из сцепких пальцев мелких людишек и их мелких башков. Че-то я чувствую нам... Так ахана может прийти. Сатанандр. Это, возможно, не мать всего сущего, а конец сатана в обличье женщины. Ты только люби меня. Повинуйся мне. Стань одной из моих почитательниц. Обратись за советом к моей верховной жрице. Ищи свой путь в лабиринте зелени. Следуй за солнцем, чтобы оно исчезло. Затмение надо ждать, что ли? В лабиринт и следуй за солнцем, чтобы оно исчезло. Интересно. Так, мы... Скорпион-стрелец. Молодец. Что, пройти испытание святости. Мы же вроде как... Да подожди, куда ж ты крутишь? Давай к стрельцу. Молодцу. Так, почти год прошел, да? Давайте погнали еще. Королева Амели прибывает в новую для себя страну. В период возрождения оптимизма и изобретательства. О, зеркало. Вы собираете предметы, принадлежащие прежней королеве. Лицо в зеркале кажется вам чужим. Ваши советники ждут. Войти в тронный зал. Пусть еще подождут. Пусть еще подождут. Так, может быть, конечно, это было не очень хорошо. Но мы, по крайней мере, опнулись по всем портам. Так что-то хорошо. Надолго задерживая дыхание, я вижу, как звезды двигаются. Прошу, позвольте мне построить модель космоса в полный размер. Это как в полный размер ты можешь построить? Ты сумасшедшая, что ли? Да ты нам все деньги здесь потратишь. Нереально построить космос в полный размер. Ну давайте, Лана, позволим. Строй. Иногда вы слышите странный голос. Он исходит из зеркала, которое вам продала госпожа Паулина. Так, улучшить королевские часты, открыть новый мир, построить околана, я запомню. Нет. Да. Вам никак не отвести глаз от своего отражения. Смотрите, какое зеркало хорошее. Пока мы возле него тремся, мы можем поднимать все параметры на небольшое значение. Но все. Это же вообще круто. Мы можем уйти от него, да? Но я так понимаю, что если мы уйдем, то мы уже к нему не вернемся какое-то время, по крайней мере. Но иногда мы можем, видимо, на него натыкаться. Я не знаю как. Вы выросли на западе. Вам приходилось экспериментировать. Ха-ха. Ну что намекаешь? Про какие эксперименты ты говоришь, а? Ну я... С чем? Ну я... Ка-а-а. Вот и... Ээээ... Ну как... С... 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 Ну ладно. Хорошо, пускай будет с пряностями. Вы прибыли из страны ароматов. Представляю, как благоухал ваш дом. Спасибо. К чему вы клоните? Я специально людей опускаю немножечко. Вы приказываете ее выпороть, но не сильно. И чтобы на моих глазах. И... Чтобы это было слегка нежно. Да. Я представил. Мне приятно. О! О! Красавчик этот! Красавчик! Смотрите, под знаком стрельца. Почему под знаком стрельца? Так, согласие королевы. Я хотел бы основаться... Основать в столице исследовательское общество. Ммм? Смотрите, а это будет... Церковь будет недовольна. Почему церковь-то недовольна? Ну как бы это ж круто. Мы будем земли завоевывать. Нет. Да давай. Светлая королева. Я рад, что вы заинтересовались животными. Отдадим дай восхищения вашей доброте. Построим зоопарк? Вам больше бы только деньги мои транжирить. Нет. Моих... Мо... Мо... И вот так еще в конце сделаем. Местные порты прямо такие кишат преступниками. Мне страшно. Отправьте туда солдат, чтобы всех разогнать. Видишь, ты какой сыкушечка. Нет. А если не отправлю? Так, смотри. Люди будут довольны. А тут, возможно, армия будет довольна. Давайте. Да. Наоборот, все оказывается. Не так, как я думал. К сожалению. Я думал, что наоборот будет. А оказывается, нет. Сырное вино слишком надорого. Хе-хе-хе. Давайте не используем продукт. Мясный виноделин. Так будет лучше для всех. Так, это мы сможем заработать, да? А если типа нет, то мы, наверное, тогда обанкротимся. Давайте, да. Страшник прибывший с восточной делегации так жутко на меня посмотрел. Прошу, миляди, заставьте их уехать пораньше. Че ты за странности говоришь? Нам приехала делегация, нормальные люди. Че ты несешь? Так, соглашусь, что будем делать? Потеряем армию? Люди будут довольны. Кардинал возлагает на ваше правление большие надежды. Может быть, вы могли выбрать менее выразительные наряды. Вызывающие, наверное, да? Вызывающие наряды. Ну, конечно. Нет, смотрите, мы можем, конечно, да. Можем, да. Да. Отлично. Отлично, отлично. Хорошо, потихоньку выравниваем. Потихоньку выравниваем. Лучше бы они были выразительные, если честно, чем вызывающие. Нам есть что выразить. По-моему, этот путешественник только и знает, что опустошать казну и ухлёстывать за фрейлинами у вас за спиной. Может быть. Может быть. Он что-нибудь найдет. Не, ну мы, в принципе, нам надо, нам надо, нам надо открыть новый мир. Кто откроет нам новый мир, как не путешественник? Путешественник, конечно же. Может быть. Давайте-ка он что-нибудь, будем верить в него. Он что-нибудь найдет. Она лезет из кожи вон, чтобы извиниться за оскорбление. Но нет, мы её всё равно будем пороть. Куда мне отправиться дальше? Пересечь море во имя Славы или исследовать север в надежде найти сокровище. Так, 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 сокровище. Сокровище, прям прям сокровище. У-у-у, сокровище. А слава? А слава не сокровище. Давайте начали, давайте начали сокровище. Вначале мы разбогатеем, а потом пойдём славу искать. Королевству нужны деньги. Эй, а кто такая эта мать всего сущего? Так, что-то ты истинная богиня. Точно не знаю. Я так-то точно не знаю. Но похоже она, типа, богиня истинная. Но ведь это странно, правда? Для чего могущественная магическая секция и этой матери богини понадобились вы? Хмммм. Завидуете, да? Так-то да. Особо-то, конечно, если подумать, то да. Но ты сама понимаешь, я не могу спорить с богиней. Она же вот так вот... И у меня сразу же грудь отпала. Мне это не надо. Мне еще детей кормить ей так-то. Завидуете, да? Так-то она, конечно, нас на правильную мысль наталкивает, но нам лучше этого не знать. Будем лучше в землю, точнее, голову в песок зароем, и все будет нормально. Далеко на севере мы обнаружили племя зимних варваров. Я храбро пленил одну из женщин. Что прикажете с ней делать? Прям храбро пленил женщину. Ой, какой ты герой. Она, наверное, рыбу ловила, сидела на берегу, а ты подошел и пленил, да, прям? Так, пусть ее приведут. Мы хоть на нее посмотрим. Сокровища нет? Сокровища нет? Э? Вопрос тебе задала королева. Ну-ка, отвечай быстро, в глаза смотри, кому сказал. Блин. Ну пусть ее приведут. Смотри, какая храбрая воительница. Открыть новый мир. Мы открыли новый мир, кстати. Мы прямо открыли новый мир. Я могла бы убить его, но мне захотелось встретиться со странной королевой. Я столько о тебе слышал. Поборемся. Согласна. Я не могу. Согласна. Все сложилось не в вашу пользу, но пострадало лишь ваше самолюбие. Мне это не нравится. Я хочу нормально бороться. Как мне научиться бороться? Я хочу научиться бороться. Ты мне со своей песней тут лезешь. Я хочу, чтобы я хорошо боролся с ней. Надеюсь, мы там в грязи боролись. А, ладно, короче, это мои личные какие-то фантазии. Я сочинил песню о нашей прекрасной королеве и хотел бы днем и ночью исполнять ее при дворе. Конечно, за гонора. Басков, ты ли это? Нет? Да. Смотрите, да, наверное, тогда нам люди... Люди у нас поднимутся. А так, вроде, как бы нет, и тогда армия поднимется. Я предполагаю, что поднимется армия. А может быть и нет. Но, наверное, нет. Потому что обычно, когда я думаю, что армия поднимется, она обычно падает. Не надо падать. Ты плюнул в меня только что, что ли? Король скупает комплекты позолоченной брони, которые никогда не надевает. Прошу пидеть и его прекратить. А у тебя прям поджилки трясутся, да? От того, что король деньги транжирит. Так, попробуйте. Так, подожди, подожди. Давай подумаем. Смотрите. Походу, церковь будет недовольна. Армия будет довольна, опять как всегда, и деньги сэкономим. Нет, хорошо. А, я наоборот. Ай, хорошо, это ж наоборот. Типа я согласился, сказал, добро, ладно, давай. На этого вашего путешественника мы тратим деньги впустую. В рай ведет лишь одна дорога, и пролегает она через церковь. Да. Нет. Пройти испытание святости мне надо. Да. Путешественник покидает двор. Говорят, он обосновался где-то на солнечном берегу вместе с невестой. Это с какой невестой? Это с той, которую он привез из севера, наверное, да? Блин, я думал, что сейчас мы скажем да, там он скажет, ну окей, вы такая прям, прям вся такая светлая-пресветлая, пойдемте проходить обряд. На востоке создали новую редкую ткань из щелка светящейся червей. Отправьте меня туда, и я узнаю, как ее изготавливают. Действуйте. Злодействуйте. Я хотел бы из червей. Тем более и светящейся, это же будет вообще шикарно. Представьте, на бал приходим, такие, выключайте свет, все-таки выключают, включай стробоскопы, там, ту-ту-ту-ту-ту. Ну, пойдем колбаситься, давай колбас, колбас. Расколбас, колбасин соло. Колбасер по поезд голый, или как там пелось в песне, ну, не важно. Я соблудилась в горах, пришлось вернуться. Так уж стали звезды, ля-ли, попробуем еще раз в следующем году. Ты издеваешься, что ли? Ну, что, теперь год ждать, пока светящийся жуков? Я тут уже, понимаешь, пати организовала, уже людей пригласила. И уже, думаю, колбас расколбасит соло. А тут нифига. Верни мои деньги. Ты, походу, в кабаке все спустила. Ладно. Вы отложили бы часть государственных денег на личные нужды, если бы знали, что не попадетесь. Чисто теоретически. Какие-то компрометирующие вопросы мне задаешь ты, сестра Юлии. То, что у тебя шапка колдунская. Я тут, понимаешь, вопросы-то не задаю, да? Почему ты жаб варишь иногда? Травку какую-то там изготавливаешь? А ты мне понимаешь, что вы хотела туда? У тебя диктофон где-то? Ну-ка, разденься. Стража, разденьте ее. Срочно. А, нет, конечно. Это электрическая сова? Распорядитель дуэля. Да, это электрическая сова. Мы обработали цифры. Огромное количество других королей, 72%. Сделали такой же выбор. Поделиться. Это чем-то напоминает. Игру от Тел Тел. Знаете, что-нибудь в этом духе. Че сейчас за другие короли? Поделиться. Что еще за другие короли? Я это специально сделал, потому что я реально понимал, если мы, скажем, поделиться, мы, наверное, все параметры бы смогли вырастить. А у меня вот военное положение сейчас, ну прям вообще капец. Мне дышит прям. В подбородок уже дышит. Я боюсь, не хочу умирать. 20 дней. 20 лет точнее все. 20 лет я на троне уже сижу. Папа все отсидел. В синяках все. Мой народ обходится без денег, так что налоги нам платить нечем. Примите от меня взамен кое-что другое. Ну, конечно. Надеюсь, это что-то ценное. Так, народ будет доволен. Армии, наверное, нет. Конечно. Так. Вместо денег Немуэ и ее соплеменники приносят вам охапку высушенной трав. Это ж прекрасно. А я думал, мне предмет дадут. А что мне предмет-то не дали? Ох, дать охапку высушенных трав. Церковь могла бы построить статую во славу добродетели новой королевы. Конечно, если она впрямь добродетельна. Действуйте. Действуйте. Так, отлично. Сходство неприятно поражает. Люди отпускают остатые глупые шуточки. Ну, что на дураков-то обижаться, е-мое. Этот Флориус Декроки просто болван. Я отказываю заседать с ним в совете. Умоляю, снимите его с должности. А почему я должен его снимать? А я не понимаю. Ну-ка объяснись. Может тебе не нравится, как он выглядит? Может ты считаешь, что его парик не такой красивый, как твой? И что мне теперь из этого человека выгонять из совета? А? Я с тобой разговариваю. Ну, объяснись. Он не хочет ничего рассказывать. Ну, почему мне теперь его снимать, что ли? Так, нет. Мощь, наверное, вырастет, да? А да, не вырастет. Еще и денег потеряю. Хорошо, 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 хорошо. Немножко уронили. Мне надо мощь уронять. Ронять мощь. Ах, королева. Давайте станем настоящими подругами. Есть ли у вас тайная любовь среди притворных? Так, так, так. Ну. Я люблю короля. Так, тихо, тихо, тихо. Я бы на твоем месте. Хотя, в принципе, фаворитки, наверное, не знали все о королеве, да? На то они фаворитки. Они прекрасно понимали, что если вдруг, не дай бог, где-то что-то, хоть когда-то, то отрубят не только голову, руки, ноги, хвост и не только ей, а всей ее семье. Ты же это понимаешь? Ты это понимаешь? Я тебя спрошу. А если скажу преданную королю, то, наверное, мощь вырастет. Церковь, естественно. Мы же святы. Не надо бы к святости тянуться. Давайте к святости. Пусть да. Вот он, Крокий. Опять что-то там недовольный, кстати. Парик у тебя действительно шикарный. Получше, чем у того оборванца. Ой. Как это? Я больше не в совете? Да мне было так весело. Чье это решение? Мое. Это все король. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Шикарно просто съехать на короля. Это все его величество, я тебе говорю. Это все король. Ха-ха-ха-ха-ха. Отлично, отлично. Съехали. Так, коварство, коварство у нас тоже течет. Будучи монахиней, я гордо веду смиренную жизнь. Ну, за мирскую монету могу рассказать вам секрет церкви. Так, 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 я заплачу. Но секрет церкви, ты мне уже рассказывала секрет. Не, спасибо. Даже не знаю. Много платить надо? Мне вот еще интересно, когда я стану святой. Ха-ха-ха-ха. Когда испытания святости проходить. Если я... Ну, давай я заплачу, ладно. На своей прошлой должности кардинал посеял в короле... А там уже считали, в королевской семье такой раздор, что королевство пало. Интересно. А другого секрета нет. А, еще платить? Да ну тебя в пене, интересно. Денег нет уже, все профукали. На всякие тусы. Вы решили, что Флориус де Кротки не достоин места в совете, чтобы порадовать ничтожного лорда. Уже все знает, черт. Мы спалились. Ай, дорогая, вы такая смешаная. Король у нас просто лапочка. Вот честная слава. Другой бы уже давно нам руку отрубил, хотя бы одну. А этот нет, смотрите, он просто, типа... Вы такая смутюкая милая, хотели его туда ножом порнуть или что мы хотели с ним сделать? Он... Ты такая веселушечка, ты моя ненаглядная веснушечка. И все как бы. Ха-ха-ха-ха. Я не шокила. Это мощь, мощь нарастит. А так, типа... Ха-ха-ха-ха. А, нет, уфига. Мы, наоборот, могли бы все испортить. Могли бы, наоборот, все испортить. Подпишитесь, пожалуйста, вот здесь. Я не хочу заставлять короля это сделать. Не могу заставить короля это сделать. Тут ничего важного. Не беспокойтесь. Так, почему у тебя глаза бегают? А? Нет. Да. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Нам как раз деньги были нужны. Целый месяц оплачиваемого опуска для всех членов совета. Неужели вы это подписали? Ну, типа... Да. Ой. Так, подожди. Ой, не ой. Переой. Да. Но, мастер-мастер в плюсе. Ну, чуть-чуть в плюсе там. Написю речку буквально, но в плюсе. Говорят, где-то на севере королевы сюда носят с собой дуэльный пистолет. Вам нравится оружие? Ха-ха. Нет. Армия будет недовольна. Сильно недовольна. Зато церковь будет очень сильно довольна. Ну, мне нравится пистолет. Что тут скрывать-то? Мне нравится пистолет, конечно. Я сидел, ару и дей, рон. Вас хочет видеть мужчина, называющий себя великим путешественником. Такой красавец. Прошу вас, давайте примем его. Но тут-то ладно, еще радуешься. Я-то хотя бы понимаю. Тут мужчина до этого работал. Так он тоже чуть кипятком не писал от радости. Так, нет. Да, давайте. Опять это, мы же его выгнали. Мы тебя выгнали из города. Потому что ты нормально не умеешь работать. Какого черта ты опять приперся? Прекрасная королева, позвольте, почтите ваше имя, дав его моим открытием. Помогите мне деньгами, я исследую новые миры. Так, у нас сейчас нет денег, к сожалению. Оу. Нет, я не должна. Я не должна. У нас денег нет. Тогда я останусь при дворе. С жаром восклицает он, чтобы лучше изучить ваш мир. Опять будешь всех моих кортизанок тут, да, крутить, мутить? Или как их, не кортизанки, а как их, фаворитки. Куртизанки это проститутки местные. Ну ладно. Командир кавалерии уже очень стар. Но он не хочет уходить на покой. Прошу королевы, отдайте ему медаль и укажите на дверь. А фиг тебе. Мы давно уже знаем его. Он нормальный воин. И армия его любит. Нет. Один мелкий герцог нелестно отозвался о нашем семейном винограднике. Ваше величество, накажите его от нашего имени. Так, 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 так. Что-то ты борзеешь уже, борзеешь, слышишь? Древние времена. Мавры. Откуда у них власть вообще, чтобы я к ним прислушивался? Не помню такого. Так. Царь Петр Мавра тогда привез. К себе в Россию. Ну это фильм такой был, конечно. Я не знаю насчет, были ли Мавры при дворе вообще. Но не важно. Так, что мы будем делать? Отказаться. Вот что нам вот это даст? Ну если мы скажем, да, ну тогда народ будет чашлив, мощь растет, а мы откажемся. О, нет, мощь растет при этом даже в случае. Зал чудес исследовательского общества, необходимо расширить. Не хватает места для новых сокровищ? Молю вас о щедрости. Слышишь, ты мне обещал сокровища, ни одного сокровища я у себя возле ног-то даже не вижу. Привез какую-то девку, которая меня унизила и ушла. Какого черта я тебе должна все помогать? Иди в пень. На ненастоящую работу. Ммм, смотрите-ка. С нами зеркало так разговаривает. У него такой голос неприятный. Какой-то, знаете, такой жуткий голос. Еще раз, примите ванну со сливками. Великий Фрейли нам расчесать ваши волосы. Нет ничего, этичнее заботы себе. Нет. Ну давайте, да. Ваша власть велика. Соседи трепещут перед величием нашего королевства. Мой долг любой ценой уберечь вас от врагов. Что, что, блин. Нет, нас сейчас укаконят прям вот прям вот прям. Ну какого черта? Лучше бы я не мылся в этом молочке. И Фрейлины прекрасные. Обнаженные, я уверен. Расчесывали бы мне волосы. Черт. Что же делать-то, а? Давайте кинем в него чем-нибудь. Костью, может быть. Почему вы ни с того ни с сего, ни с чего швыряетесь вещами? Что вы хотите, чему вы хотите добиться? Я хочу добиться того. О, это искусство, это, это. Я хочу добиться того, чтобы меня не убивали. Вот чего я пытаюсь добиться. Так, подожди. Может быть ему тогда, может духами брызнуть? Ладно. Так, ладно. Я не знаю, что хочу. Простите. Ничего нас не выходит, ребята. Походу у нас сейчас казнят. Ё-моё, умерли на 35-м году жизни, такая чудесная, красивая была девушка, ну какого фига Вы много лет прожили в келье на вершине высокой башни, совсем одна Ко дню своей смерти вы разучились говорить Такая мощная, такая красивая, прекрасная дама и такая глупая и просто отвратительная смерть Я хочу плакать, не хочу умирать, но почему, зачем, можно я выживу А духами брызнуть, а колдунство зачитать Ну пожалуйста Ничего не помогает Да, лучше ещё 35 лет, очень жалко, блин, так обидно, хорошие шли, хорошо же шли, хорошо же Ну, вам было хорошо? Мне было очень хорошо Почти год, кстати, прожили Да, нормально разобрались, вроде как втянулись и получилось очень даже неплохо Улучшить карольские часы Пройти испытание святости, войти в лабиринт Войти в лабиринт, про который нам, кстати, и говорили Это, походу, основная линейка квеста, да, основной квест Это войти в лабиринт Там надо ждать, походу, полнолуни Ой, это-то, полного солнечного затмения Потом по этому солнечному затмению как-то, видимо, идти по пути Ну или что-то будет связано с тьмой Не знаю, короче, посмотрим там Там уже разберём, когда дойдём до лабиринта, разберёмся Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась данная серия Она была очень крутая, очень было много интересных моментов Которые мы с вами смогли посмотреть и где-то посмеяться, а где-то и подумать Если вам понравилось, то, конечно же, не забудьте поставить лайк Прокомментировать видео, поделиться с друзьями А также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте А также подписываться не забывайте и жмакайте колокольчик Чтобы не пропускать интересные видео А с вами был Станислав Я всех вас крепко обнимаю Целую, люблю, увидимся в новых приключениях Всем пока